Продолжаем нашу игру в салочки с дождем, с местной Амстердамской погодой. В общем, прокатились на трамвайчике, вышли на четвертой, предпоследней, скажем так, обстановке. Интересно рассказывать, на самом деле, достаточно, поэтому рекомендую. Вот, виды тоже интересные достаточно, с воды открываются на домики, на каналы, на мостики, и туда и т.п. Вот, мы сейчас проходим вокруг местного Эрмитажа, внутрь мы не заходим, по нашему плану. В принципе, сейчас обследуем здесь местные окрестности, вроде как здесь какие-то парки, по моим данным. Вот, я не знаю, насколько они открытые, закрытые, для посещения, вот, например, вот это. Что-то такое у нас. Так, что-то протестанта на English, в English ничего не написано. Давайте зайдем. Зайдем. Есть проход у нас или нет. В этом какой-то кафешка, если что, мы к нему идем. В общем, вышел я только вот, точнее, никак не вышел, подплывали мы к четвертой остановке. Меня так на лодочке хорошо укачивало, разморило. Думаю, сейчас, если не выйду, то усну. Вот, кстати, фасад такой, обратная сторона, точнее, амстрадамского эрмитажа, вот. Я думаю, надо выходить, и только выхожу, короче, и тут просто лили-ли-ли-ли-ли-ли. В отсутствии, так сказать, каких-то пояснений на английском языке, мне сложно догадаться, что это все символизирует. Рассказали нам про корону, вот эту вот, которую венчает фонарь, в том числе, на примере Норлен Чорч. Эта корона, оказывается, императора Священной Римской Энферии, которую разрешили использовать в гербе Амстердама, поэтому здесь она тоже как местный символ. Вот, видите, я уже что-то узнал, соответственно, могу вам что-то рассказать. Интересно рассказали достаточно про дома, как они там появлялись, их особенности там архитектурные, езжусь с ним. Но это я спойлерить не буду, потому что приезжайте, сами посмотрите. Все-таки, мне кажется, город как минимум одного визита, как минимум однодневного стоит. Вот, ну, пока все. Покажем вам что-нибудь дальше, что будет у нас интересное.